Двухдневный семинар «День поля» стартовал в Приморье. В нем принимают участие более 350 сельхозпроизводителей из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской, Еврейской, Автономной и Сахалинской областей. Они представили передовые технологии в области растеневодства, животноводства и переработки сельхозпродукции. Вас приветствуем, встречаем, караваем, угощаем! Уж вы гости, гости долгожданные, проходите, гости наши званные! Губернатор Приморского края Олег Кожемяка также принял участие в открытии мероприятия. Он подчеркнул, что сельское хозяйство – одна из самых важных отраслей, для которой предусмотрены различные меры государственной поддержки. Мы со своей стороны сейчас делаем все, чтобы эта поддержка была. У нас в этом году порядка 695 миллионов направлено на поддержку именно из субсидирования сельхозтехники. Вот около 700 миллионов направлено на животноводство, это модернизация производства, закупка племенного скота, что имеет большое значение для увеличения надоев. Сегодня надои позволяют, допустим, в Русо, в Гринагра, значит, получить до 9 тысяч на голову. Я хочу сказать, в советское время за 6 тысяч надоев давали звание Героя социалистического труда. То есть, ну, растут технологии, растет, как говорится, и производительность. Также для главы региона провели экскурсию по экспозиции сельскохозяйственной техники и оборудованию ведущих российских и белорусских производителей дилерских центров Приморского края. Такие мероприятия, как вот праздник поля, имеют огромное значение для того, чтобы здесь все сельхозпроизводители, производители машин, производители семян, оборудования съехали, сменялись опытом, заключали контракты. Это по своему роду сельхозяйственный форум, на котором, значит, люди видят новое, люди перенимают этот опыт, люди выстраивают новые схемы, связанные с поставкой техники, с поставкой комплектующим, шагают дальше, вот, набираются опыта и дальше развивают сельское хозяйство. За развитие агропромышленного комплекса Олег Кожемяк наградил почетной грамотой тракториста, агронома и фермера, а звание почетный работник агропромышленного комплекса присвоено Алексею Новоселову. Также глава региона вручил документы от нового комбайна и трактора начальнику Главного управления ГУФСИН России по Приморскому краю Вадиму Версткину. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.